Фабрика Алафузова Помимо выхода на крышу, здесь имеется множество разных улочек с расписанными стенами. Оказавшись на фабрике, можно пообщаться, например, с ижевскими художниками. Здесь вам расскажут, что есть искусство и почему искусство авангарда просто в понимании. Искусство, оно всегда искусство. То есть, оно искусство, оно всегда современное. Не может быть имбрахно современным. Да, грубо говоря. Или такие художники, как, ну, я не знаю, Перасмани, Пикассо. Вот, кстати, примитивисты. Это Перасмани. Арт наив. Вот вы только спросите, как это охарактеризуется. Вот это вот охарактеризуется наив. Наив – это не потому, что человек не умеет рисовать, а он отбрасывает какие-то сложные вещи, чтобы донести свою мысль проще. Поэтому открытые цвета, поэтому заполненные пространства, отсутствие перспектив. Это не потому, что я не образованный или не умею этим пользоваться. Это просто, это поем. Ё-ка, вот это вот руки, это ноги. Поэтому нет ничего. Или вот там, вот изгнание из рая. Вот, а там такой отвернувшийся, мол, он тут ни при чем. Здесь же и кинопоказы о пластике и чувствах в танце. Как признаются танцоры, фильм, пина, танец страсти – символ идеала в обществе хореографов. Ну и, наконец, долгожданный показ экспериментального театра «Акция» – концептуальная арт-постановка о борьбе белого и черного в сущности человека. «Акция» Сейчас была экспериментальная постановка «Рефлектор», она называлась. Она выражается, она выражает то, каким человек видит себя, на самом деле, изнутри. И выражает вообще человека внутренне. И на самом деле, потому что, когда мы смотрим на человека, мы видим абсолютно других людей. И мы сейчас смотрим на свое собственное отражение, где появлялась в какой-то мере свет, в какой-то мере тьма. То, что мучает человека из-за дня в день – это какие-то боли, истерики, гнев, сумасшествие, в конце концов. То, что каждый из нас в один момент не очень прекрасно, но испытывает. Что ты хочешь увидеть, глядя в свое зеркало. И что ты видишь, когда смотришь в него. И вот все плохое, что есть в человеке, оно на самом деле где-то есть. Даже если ты стараешься этого себе не показывать, где-то оно есть. И вот подсознание, когда ты спишь, оно выводит это все наружу. Это был «Рефлектор» на фабрике Алафузовой. И наш первый экспериментальный сюжет без привычных штатива и камеры. Анастасия Иванова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова